МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 3 июля. Судья Рушан Бараев, коротко о главном. Улыбнитесь, вас снимают. Обитатели федоровских дач не могут найти управу на отдыхающих. Они оставляют после себя кучу мусора. Подвели итоги посевной кампании. В этом году в Карагандинской области еще больше площадей отдали под посевы. ТИЧФОР Казахстан. Стартовал второй поток летнего института, направленного на повышение качества образования в сельских школах. Улыбнитесь, вас снимают. Горожане, постоянно проживающие на федоровских дачах, не могут найти управу на отдыхающих. Люди, приезжающие провести время на озере, оставляют после себя кучу мусора. Ирина Вобещевич продолжит тему. Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, оставив горы отходов, рассасываются. Некоторые, кто хочет показаться более культурным, собирают все в пакеты и несут в багажник. А там, пока никто не видит, перекидывают мусор в кусты под дачные заборы. За всем этим наблюдают в дачные камеры. Пляжники приносят сюда, ходят, мусорят, гадят, в туалет, все такое. Уже просто крик души, уже надоело нам это. Пожалуйста, примите какие-нибудь меры. Сами на свои средства немножко отгородились, чтобы сюда не ходили. И заборы ломали нам, когда вот этого забора не было. К нам сюда заходили на улицу пьяные постоянно ходили. Драки между ними. До полночи, до утра музыка бьет так, что, говорю, что навсегда человек слышно. Тут стоял знак, что купание запрещено. Но никто на это внимание не обращается. Как выяснилось, официальным городским пляжем является тот, что находится недалеко от спасательной станции. Этот напротив остановки и дачного общества натуралист не состоит на балансе парков и, соответственно, ими не обслуживается. И поэтому все, кто купается тут, делают это в неразрешенном месте и называются дикарями. Собственно, и ведут в большинстве себя так же. По данному сектору у ГУА аппарата района КСБ имеется подрядчик по содержанию автомобильных дорог. Есть линия отвода, до которой они собирают мусор от дороги. Ну, так как лето силами подрядной организации на ежедневной основе производится сбор случайного мусора в связи с большим коплением людей, ну, соответственно, и мусора больше. Хотя неподалеку имеется мусорный портал. Поэтому длительная просьба гражданам соблюдать все санитарные нормы. Дачники настаивают, чтобы либо запретили там купаться вовсе, вплоть до запрета парковать машины. Либо передали уполномоченным службам на баланс, чтобы контролировали отдыхающих, установили баки и туалет. В прошлом году, слава богу, один год вот здесь сделали, даже поставили спасательную станцию. Но это был один год за эти семь лет, что я знаю. Все. И мусор здесь убирали, все. Все хорошо было. А вот в этом и до этого года. Здесь как вот мусорная свалка, так вот, так она и есть. Уже на следующий день территорию пляжа убрали волонтеры. Ирина Вабещевич, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. Свыше 11,5 тысяч административных протоколов и еще больше предупреждений. В Карагандинской области подводят промежуточные итоги акции «Таза Казахстан», которая не только сделала наши города и районы щища, но и дисциплинировала злостных нарушителей. В рамках акции «Таза Казахстан» на постоянной основе проходят профилактические рейды по соблюдению санитарных норм, сообщают полицейские. Ежедневно участковые проводят работу с председателями КСК, управляющими и старшими. За неделю пять председателей КСК и два старших по подъезду оштрафованы. В отношении 19 председателей КСК вынесены предупреждения. В общей сложности за период наложено штрафов на сумму свыше 28 миллионов тенге. Задержано 19 автомашин, с которых осуществлялся выброс мусора. Вынесено 440 представлений руководителям различных организаций и предприятий. Как дожди повлияли на посевную, как изменилась структура полей и в каком состоянии всходы. В этом году в Крагандинской области еще больше площадей отдали под посевы. Об итогах посевной кампании шла речь на аппаратном совещании в Акимате области. Подробнее в сюжете. В этом году из-за дождей работы в полях затянулись почти до середины июня. Сейчас оценивают состояние всходов, а по сине нет, положительно сказалось достаточное количество влаги. В этом году посевные площади составили 1 миллион 91 тысячу гектаров. По сравнению с прошлым годом, это больше на 15,2 тысячи гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 908,7 тысяч гектар. Картофель посажен почти на 12 тысяч гектаров. Овощи на 994 гектара. Отмечено, что структура полей изменилась. За счет сокращения площадей зерновых и масляничных культур увеличились посевы однолетних и многолетних трав, предназначенные для корма скота. В этом году значительно выросло использование минеральных удобрений. Уделяется большое внимание сортообновлению семян. На эти цели аграриям дополнительно выделены субсидии. Для посевных работ сельхозтоваропроизводители получили удешевленное дизельное топливо. В настоящее время на полях ведется обработка против саранчи в Абайском, Актагайском, Бухожрауском и Шетском районах. Всего в проведении посевной кампании приняли участие около 10 тысяч тракторов, 248 посевных комплексов, 4064 единицы сейлок и 2482 почвообрабатывающих агрегатов. На сегодняшний день 56,5% зерновых находятся в хорошем состоянии, 41,5% в удовлетворительном и 1,9% в плохом. Стоит отметить, что были использованы семена высокоурожайных культур, приобретенные 102 хозяйствами с целью обновления сорта. Таким образом, посевные площади растений высокой репродукции составили 763,3 тысячи гектара или 84,2%. Аким области Ермаганбет Буликпаев поручил уделять должное внимание борьбе с вредителями и болезнями растений. Также необходимо контролировать своевременную заготовку кормов для сельхозживотных. И уже сейчас следует заняться подготовкой техники к уборочной кампании, обеспечить склады для приема зерна, картофеля и овощей нового урожая. Ирина Вобещевич, Данил Заславский, 5 канал. В одном из сюжетов мы рассказывали о ситуации с водой, которая длительное время поступает в подвал одной из новостроек на улице Муканово и причиняет жителям целый ряд проблем. Из-за того, что вода не перестала поступать даже после весенних паводков, жители выдвинули свои предположения, с которыми не согласился застройщик. Стороны конфликта выслушала Ирина Вобещевич. Сначала мы это связали, возможно, что таяние там было, там талые воды, но уже как бы период таяния прошел давно, как бы уже даже если они откачивали воду, уровень должен был, конечно, упасть. Но дело в том, что уровень не падает, вода прибывает и прибывает. Смотрите, фундамент какой. Это вообще, что будет с этим домом? У нас ипотека, я пенсионерка, здесь мои дети живут. То, что здесь скважина была, видимо, они все вот так, как, зацеплентировали и не видно было. Сухо, красиво было, заехали, все красиво. И теперь вот, почему они на такой месяц дома строят? О чем они думают вообще? Это кадры сюжета трехнедельной давности. Тогда люди сами начали выяснять причину поступающей воды в подвале, так как попытки застройщика откачать ее носили только временный результат. Осыпающиеся элементы дома, отслаивающиеся конструкции, наконец, начавшие трескаться окна. Это говорят жители из-за того, что дом на сырости. Населением были подняты документы, в которых говорится, что ранее на месте дома было тепличное хозяйство и скважины. И, возможно, их беды связаны с этим. Застройщик просил не делать поспешных выводов, пока экспертиза не установит принадлежность воды. Вызвали фирму, которая экспертиза, национальная экспертиза, центр по анализам воды. С ними заключили договор, взяли отбор воды и они нам через две недели выдали результаты, где говорится, что вода хлорированная. То есть это вода, которая, возможно, поступает через грунты с сетей Карагандасу. Скважина, которая была более 30 метров, даже если она была замурована, была даже откачка воды чисто глубинным насосом. Сама самопроизвольно, она не могла подниматься наверх. Мы обратились в Карагандасу, которые ранее отрицали наличие аварии и даже произвели дважды свою лабораторную экспертизу подвальной воды. Вода – это не водопроводная, вода грунтовая, потому что в воде показатели такие, как жесткость. У нас жесткость в воде 7, а там 13,8. Нитраты в нашей воде вообще отсутствуют. Там 70 в одном анализе, а в другом анализе, который был попозже, 28 июня, 57,6. То есть эти показатели присущи грунтовым водам. Представители водной компании встретились с застройщиком и пришли к решению о перекрытии воды в квадрате жилого комплекса для чистоты эксперимента. Для того, чтобы исключить или подтвердить возможность поступления воды в подвал с водопроводных сетей. Сегодня будем наблюдать, будет ли поступать вода в подвал дома, либо нет. Пока о результатах говорить рано. Людям, по сути дела, нет разницы, чья вода. Главное, чтобы ее не было. С их слов, в подвале нет гидроизоляции, поэтому строение оказалось уязвимым. Тем не менее, застройщик, на гарантии которого пока еще находится дом, сейчас бурит вентиляцию для просушки подвалов. Подрядчики укрепляют травертины, но все деформационные изменения не связывают с водой в подвале. Раньше, в советское время, дом строился с большими сроками. Сейчас, на данный момент, происходит очень это быстро, и здание оседает. Где-то, просто возможно, сами установщики окон, где-то пластик неправильно установили, поэтому идет искажение и излом стекла. Поэтому мы сейчас дали претензии непосредственно поставщикам этих работ. В целом, подрядчик не отказывается от своих обязательств. Уже после дополнительной экспертизы начнут принимать решения. Вот сейчас это вопросы решим, после того, как будет понятно, откуда эта вода приходит. Надо необходимость, мы сделаем водоотведение полностью для того, чтобы у нас не было этих, как его, подтопления здания. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтынбеков, Равиль Валиев, 5 канал. Стартовал второй поток летнего института Teach for Kazakhstan. Данная программа педагогической переподготовки направлена на повышение качества образования в сельских школах. Подробнее далее. Летний институт Teach for Kazakhstan открыл второй поток, но прежде чем идти к новому началу, резюмирует проделанную работу и делится результатами. Деятельность проекта заключается в том, чтобы научить молодых учителей планировать уроки, затронуть проблему неравенства в качестве образования между сельскими и городскими школами. Так как мы все здесь собрались, участники первого потока, второго потока гостей, партнеры, друзья проекта, хочется вспомнить, что у нас было за весь этот год, потому что мы сегодня как будто бы немного подводим итоги и также закладываем на будущее какие-то наши дальнейшие шаги. Предыдущие участники отмечают особенностью обучения множество полученных практических знаний, которые можно использовать и в работе с учениками, и в повседневной рутине. Кроме того, немало участников пришло с определенным запросом, к примеру, проблема в коммуникации, на которой дали советы и рекомендации. Я понимаю, что на самом деле общение с МИК не улетит на ровно услуг. Мы лимь салевств, на салевши, на салевши, на салевши, на салевши, на салевши, на салевши, на салевши. Депутат Мажелиса Жулды Сулейменова отметила, что данная программа обучения обеспечит доступ детей к качественному образованию, создаст условия для раскрытия их образовательного и творческого потенциала вне зависимости от места проживания, социального положения семей. Есть большое помощь данного проекта. Почему? Потому что этот проект несет вклад в развитие качества образования через боковой вход, который был прописан в законе о статусе педагога 2019 года. И для меня лично отравлено, что педагоги, которые были выбраны через проект «Чудок-Казахстан», будут работать в сельских школах. Нам бы хотелось, чтобы этот проект дошел до отдаленных всех сел. На мероприятии собралось множество представителей сферы образования, экспертов-социологов. Открытие второго потока прошло в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. С недавних пор музей стал главным партнером проекта и рассчитывает на дальнейшую реализацию совместных идей. Начало положено. Участники программы и их ученики уже представили работы на инсталляции, посвященные темам «Место ребенка в школе» и «Как прошел мой первый год в школе». В сотрудничестве 10 школ, причем это не самые центральные, не самые элитные, что радует. Поэтому сейчас начинается второй поток. В первую очередь, почему мы захотели стать вашими партнерами? Потому что у вас много результатов творческих проектов. Мы, как организация культуры, как организация творческого художественного направления, ждем, что у нас будут какие-то дальнейшие совместные проекты именно в этом направлении. Вооруженные силы пополнились сержантами и офицерами запаса. На площади у главного корпуса Карагандинского университета имени Букетова состоялась церемония принятия военной присяги. 110 студентов в этом году приняли присягу, окончив военную кафедру Карагандинского университета имени академика Букетова. 110 человек дали клятву быть отважными защитниками своего отечества и служить на благо Казахстана. Среди них выпускник шестого взвода и наш коллега Диас Ельмес. На торжественной церемонии присутствовали профессорско-преподавательский состав военной кафедры родителей и друзья выпускников. Поздравил молодых людей с получением первого звания ректор университета Дулатбеков Нурлан Уранбасарович. Служить Республике Казахстан – это долг каждого из нас. Скоро вы выпуститесь из стен нашего университета, будете специалистами своего дела, многого добьетесь жизни. Но перед вами, как перед настоящими патриотами, должно стоять желание защищать страну наших людей. От всего сердца желаю вам успехов. Будьте верны присяге, преданы своему народу. Обучение на военной кафедре длится два года. После окончания учебы студенты получают звание лейтенанта-сержанта. Для выпускников эти несколько лет – как отдельный жизненный этап. Местами трудный, ответственный, местами интересный. Выражаю благодарность нашему ректору, преподавателям кафедры, которые в течение двух лет давали нам военное образование, воспитывали в нас настоящих мужчин. Теперь очередь дошла и до нас. Наша главная задача – защищать отчизну. Хочу поблагодарить всех родителей за то, что поддерживали нас. Желаю всем офицерам и сержантам запаса благополучия, крепкого здоровья, успехов. Это второй выпуск военной кафедры. Руководители преподавательский коллектив ожидают, что выпускники в будущем будут покорять большие рубежи и служить Родине верой и правдой. Корни военной присяги уходят очень далеко. И думаю, наши прадеды воевали, отстояли эту землю. И наша святая обязанность ее сохранить и передать будущим поколениям. Дарья Чеканина, Миржан Жума Муратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Проф-Иртен-фест. В Караганде прошло мероприятие, посвященное новым профессиям века. Фестиваль состоялся в Центре бокса имени Серика Сапиева. Мероприятие затронуло школьников, выпускников высших учебных заведений и всех желающих найти свое призвание. На фестивале для гостей была подготовлена концертная программа и выступление специалистов по профессиям. По окончанию мероприятия был проведен розыгрыш, победители которого получили телефоны, планшеты и ноутбук. Наш фестиваль – это первое в Казахстане мероприятие, посвященное новым профессиям. Мы придумали эту идею для того, чтобы рассказать молодежи, рассказать школьникам, особенно учащимся средних и старших классов, которые как раз сейчас думают о своей карьере, о каких-то возможностях, о которых они могли не знать или о которых они не знали, где узнать больше. И через фестиваль мы пытаемся показать, что выбор профессий сейчас стал намного шире, новые технологии дают нам новые возможности в профессиональном плане. И не только для карьеры, но и для того, для просто какого-то общего развития, которое может быть использовано просто в каких-то увлечениях, в каких-то хобби. Село Киекты 90 лет. История его создания берет свое начало в 1934 году, когда был предложен проект строительства в этих местах первого железнодорожного узла. По этому случаю в школе имени Мухаммеджан-Улы прошла церемония открытия историка Краеведческого музея. Подробнее в следующем материале. Поселок получил свое название из-за большого количества оленей, которые водятся в этих краях. Имена выдающихся людей, родившихся в поселке Киекты, широко известны по всей стране. Такими стали писатель и прозаик Софас Матаев, композитор Садык Мухаммеджанов, музыканты Итаяк, Каздарбек и Даулетбек, а также олимпийский чемпион Василий Жиров и Батыр Агабай. Я приехала с Улутаусской области для празднования такого яркого события. Очень рада, что проходят такие мероприятия. Открылся первый историко-краеведческий музей в школе имени Мухаммеджан-Улы. Вчера было открытие, а сегодня праздник. Желаю, чтобы поселок Киекты только развивался и народ был сплочен. Накануне 90-летия в поселке Киекты были поставлены юрты, а в поле создана площадка для игр. Для гостей была подготовлена концертная программа, национальные игры, казахская борьба, тяжелая атлетика, перетягивание каната, армрестлинг и многое другое. Сегодня у нас празднуется 90 лет поселку Киекты. Только что прошли соревнования по борьбе. Место хорошо подготовлено, все было на высшем уровне. Борьба была в весе до 82 килограммов. Первое место занял Мухит Каргабай. Сейчас участники готовятся к перетягиванию каната. В завершении торжества победители спортивных соревнований были награждены призами. Максим Трезуб, Николай Шевелев, Пятый канал. Спорт в каждый двор. Этот проект непрерывно работает в Караганде третий год подряд. Любой карагандинец может посетить занятия на свежем воздухе в удобное время и поближе к дому. Наша съемочная группа побывала на утренней тренировке. Если раньше дворы были местом притяжения развеселых компаний, то сейчас во многих жилых зонах люди стали культурно использовать для здоровья и проводить свой досуг. Благодаря проекту «Спорт в каждый двор» охвачено 39 спортивных площадок по городу, 22 в районе имени Козыбек-Би и 17 в районе имени Алихана-Букихана. Для удобства граждан занятия проходят утром и вечером, до и в послерабочее время. Всегда учитываются потребности самих горожан. В зависимости от контингента, будь то это старшее поколение, либо дети и подростки уже подбираются занятия. Это может быть и зумба, и скандинавская ходьба, и йога. То есть в любом случае всегда, прежде чем утверждать какой-то график, всегда учитывается, берется внимание пожелания жителей. Приходят на тренировки люди разных возрастов – и дети, и старшее поколение. Самые взрослые желающие начать утро с фитнес-зарядки – 84 года. Так что преград и отговорок быть не может, говорят тренеры. Участникам остается только прийти. Весь инвентарь предоставляется, а также своевременно обновляется. Все занятия проводятся бесплатно. Польза большая. Во-первых, это доступный спорт, так скажем. Хорошо, это не в классическом виде, но это доступная активность, полезная для людей. Для тех, кто вообще не знаком, для тех, кто не имеет возможности, допустим, куда-то от дома далеко отъезжать и так далее. Для тех, кто, я не знаю, сильно ленивый, наверное, и вот заряжается от того, что видит. Есть и такие люди. Занятия йоги проходила накануне. В целом, тренировки миксованные. В графике спортивное разнообразие, доступное начинающим кардио, силовые, стретчинг, комплекс специальных упражнений на растяжку и для тонуса и многое другое. Вечером для детей проводятся подвижные игры, спортивные соревнования, а для взрослых – спокойные виды активности. Проект организован Акиматом города Караганды и поддержан стадионом «Шахтер». Подробную информацию можно найти в социальных сетях стадиона. Дарья Чеканина, Зульхарна Есмахаев, Николай Шевелев. Это была последняя информация выпуска. Спасибо вам за внимание. Увидимся завтра. До свидания.